Совсем недавно столичный микрорайон Иманта получил новую велодорожку. Она ведет за пределы города в Бабите и соединяет два города. Ее открытие уже вызвало много обсуждений в соцсетях. Мол, соединяют, но не совсем. Мы решили проверить, откуда и куда она ведет. Репортаж Галина Сладовников. Длина новой дорожки для пешеходов и велосипедистов, которую совсем недавно построило предприятие «Латвия с Валсцели» два с половиной километра. Новое покрытие, освещение, все хорошо. Она завершается у пешеходного перехода перед улицей Клейсту. Оттуда по уже существующим тротуарам можно попасть к старой бабицкой велодорожке. Той самой, о ремонте которой говорили уже много лет. Оказалось, что от слов здесь все-таки перешли к делу. Я рад сообщить, что все происходит по плану. Значит, конечная дата окончания работы – это 23 ноября. И, как вы видите, в данной ситуации происходят такие объемные работы по съему старой поверхности велодорожки. И я думаю, что буквально в следующей неделе начнется установка нового покрытия и благоустраивание этой дорожки. Рижанка Галина ходит по дорожке из Залитуды до Бабиты 3-4 раза в неделю. И рада, что бабицкий участок пройдет в порядок. Говорит, если будет здоровье, то и до Юрмалы сможет дойти. Все отлично. Столько людей здесь всегда с детьми. Всякие виды спорта. Велосипеды бегом бегут. Ремонт бабицкого участка дорожки Рига-Юрмала очень долго не могли начать, поскольку эта территория принадлежит Латвии с Дзельсцельш. Это удалось сделать только когда железнодорожная компания передала эту землю в пользование самоуправлению. Бывший мэр бабицкого края Андрис Энце ремонту не препятствовал, уверяет новый мэр Айварс Осетис. У нас, конечно, более амбициозные планы. Мы любим работать по-другому, быстрее. Это уже другой вопрос. Это, если говорить о следующих проектах. А что же со стороны Риги? Легко ли попасть на новую дорожку, которая ведет в Бабите жителям Иммонты? Вот здесь начинается замечательная дорожка для пешеходов и велосипедистов с освещением за 695 тысяч евро. Но чтобы на нее попасть, нужно около 200 метров пробираться по тропинке через кусты и идти по обочине оживленной дороги. На узкой тропинке даже людям трудно разойтись. Не то что велосипедистам разъехаться. Когда мы ехали первый раз с той стороны, мы были в шоке. Почему до конца нельзя было сделать эту дорожку? Это ненормально так ехать. Нет же тротуара. Не освещено и ночью ничего не видно. Там еще есть заборы, на велосипеде нормально не проехать. Я сейчас ехала и поцарапала свой велосипед. В департаменте сообщения Рижской думы говорят, что со стороны Риги велодорожка тоже будет построена. На сегодняшний момент мы подготовили договор с победителем процедуры по проектированию. Проектировщик выбран. Договор заключаем на этой неделе. Проект будет готов за зимний период. И соответственно, 21 год, начало строительного сезона, ну примерно начнем это летом делать, мы реализуем данное подключение. В департаменте говорят, что процесс подготовки к созданию велодорожки начали сразу, как только узнали о проекте «Латвия-свал» с цели. Проблема в том, что процессы закупок на проект, на строительство занимают много времени. Галина Солодовник, Ришини Слетис, Латвийское телевидение.